Ух, если честно, то я просто в шоке от того эффекта, который делает косметика, которую мы сегодня с вами будем использовать. У меня такое впечатление, что я настолько красиво сияю, у меня настолько красивый эффект загара на лице, особенно это будет видно, когда мы перейдем к моменту макияжа, и вы увидите мое настоящее голое лицо. Но вот попомните мои слова, вот вся эта косметика реально наиболее приближена к эффекту бронзовой такой загорелой богини, чем абсолютно все, что я когда-либо пробовала. Всем привет! Как вы поняли, мы сегодня с вами будем тестировать бюджетные новинки, и я вот прям очень горда своим выбором, потому что некоторые отдельные вещи здесь настолько меня впечатлили, не только своим качеством, но также финальным своим эффектом. Ну, я думаю, вы по предыдущей порции уже поняли мои все восторги. Действительно, эта косметика идеально подходит для лета, для разгара лета, когда нам хочется создавать эффект, как будто мы только с отпуска вернулись, хотя, возможно, это совершенно не так, и мы сидим запертые в четырех стенах, и солнца особо и не видим. Как вы уже поняли, на мне сейчас финальный результат, но буквально через несколько мгновений мы с вами перейдем к тому, что будем выполнять его пошагово, и я вам все детально покажу. Я уже нанесла консилер на веки в качестве базы, но не закрепляла еще ничего, потому что следом мы с вами будем наносить вот эту вот замечательную штучку от Makeup Revolution, называется это Eye Glisten. С одной стороны это кремовые металлические тени, а с другой стороны вот такие потрясающие нарядные блесточки. Потом мы с вами дополним еще это обычными тенями, но сейчас я хочу начать именно с этого. У меня, кстати, это оттенок Dreamland, и там вообще в линейке несколько оттенков, ну, естественно, мне нужен был самый такой классический бронзовый оттенок, и я буду это использовать скорее в качестве базы. Вот так вот нанесу сначала, и сразу возьму синтетическую кисть, и растушую. Чем хороши такие тени, это тем, что они создают эффект, как будто вы несколько оттенков нанесли, а если добавить даже к вот такой вот банальной базе ресницы, а если еще и стрелку, так вообще это будет уже супер готовый макияж, и будет создаваться впечатление, что вы на него потратили, ну, как минимум полчаса, хотя на самом деле, там, не знаю, 5 минут. Блесточки пока не буду наносить, мы их нанесем в самом конце, как завершающий этап, а сейчас я хочу дополнить вот эту базу просто обычными тенями. И, честно говоря, следующий продукт, который я вам покажу, это такое чистое баловство с моей стороны, потому что, ну, я не могу воспринимать эту палетку теней всерьез, вот прям на 100%, это вот такая вот лимитка от Revolution, которая была выпущена на Пасху, и это вот прям такое пасхальное яичко. Я, честно говоря, думала, что это будет прям, ну, совсем, знаете, такое баловство-баловство, но, на удивление, это очень качественные тени, и что мне понравилось, упаковка, конечно, совершенно неудобная, я имею в виду в плане, там, хранения, или если нужно куда-то путешествовать с ней, то, конечно, она немножко дурацкая, но, тем не менее, это настолько мило смотрится, и что больше всего меня поразило, это то, что качество продуктов, которые находятся в середине, а здесь вот в одном таком малюсеньком яичке много чего происходит, здесь и тени, и также румяна, и хайлайтер, и абсолютно все мне здесь понравилось, это нормальное качество, стоит абсолютно недорого, а если это подарить вообще какому-то подростку, который интересуется косметикой, мне кажется, тут вообще будут просто писки и виды, рисги и восторг, из матовых оттенков здесь только ярко-желтый, такой вот оранжевый и бордовый оттенок, и я, наверное, начну с желтого, по чуть-чуть, так вот, начну дополнять форму, как я и сказала, я не знаю, честно говоря, что получится, я вот именно в такой комбинации еще не пробовала это все сочетать, но мы с вами заодно и проверим, сейчас возьму оранжевый, если посмотреть на свотчи, вообще, в принципе, эти свотчи могут так задвинуть в сторонку достаточно много брендов, причем гораздо более дорогих, и последнее, что мне осталось делать, это, естественно, добавить блесточки, с помощью супер-вуду-магии монтажа на мне появился законченный макияж глаз, а все потому что, в принципе, для того, чтобы его закончить, из новинок у меня ничего такого нет, единственное, что я сделала, это дополнила макияж жидкой подводкой от NYX Epic Ink Liner в коричневом оттенке, на нижнее веко немножко добавила вот этого бронзового оттенка, накрасила ресницы тушью, все, и мы сейчас готовы к тому, чтобы наносить тон на лицо, и здесь просто приготовьтесь обалдеть, потому что я, когда впервые попробовала этот тон на лице, я реально прям обалдела, потому что он наиболее сильно мне напоминает эффект автозагара из всех тонов, которые я только пробовала на своем лице, и я сейчас говорю не только об оттенке, потому что, естественно, если возьмешь оттенок чуть темнее, чем твоя кожа, то, конечно, будет, ну, как бы, темнее лицо, но не обязательно оно будет выглядеть загорелым, когда здесь это настолько похоже на именно такой настоящий бронзовый дорогой крутой загар с какого-то супер престижного острова где-то на нашей планете, и наносить мы на лицо с вами будем новую тональную основу от Rimmel, которая называется Lasting Radiance, SPF 25 здесь есть, и оттенок, прошу заметить, я не взяла какой-то там беж или медиум беж или что-то типа того, оттенок этот сотый Ivory. В линейке есть еще один оттенок, который чуть светлее, но, как я уже сказала, здесь дело не только в оттенке, в этой тональной основе огромное количество блесток, которые действительно делают эффект бронзовый на лице, они просто создают эффект, как будто у вас тон немножко, знаете, или окислился, или просто он вам не подходит по оттенку, или чуть просто темноват, как бы выглядит нормально, ну там чуть темноват. И, кстати, вот такие вот фишки, это реальные приемы из Голливуда, то есть использование вот таких вот бронзовых тональных основ. Кстати, если вы смотрели последнее видео Тати с визажистом Скоттом Барнсом, это всемирно известный визажист, это визажист Дженнифер Лопес, то вы знаете, насколько он любит создавать именно эффект бронзовой кожи, и там даже такой смешной момент, когда Тати сидит накрашенная, и все вроде классно и замечательно, но она потом закатывает рукава на своей рубашке, и миру открывается все правда, насколько ее рука просто бледная по сравнению с остальным телом. Главная проблема, с которой здесь может столкнуться обычный человек, это то, что вы накрасите лицо, ну максимум там шею, но в то же время все тело у вас останется таким же бледным. Здесь очень важно сохранять баланс, то есть если вы хотите прям вот супер такой вот эффект сделать, то тогда придется и на всем теле использовать тоже косметику, как это, собственно, и делают на знаменитостях, то есть когда вы видите знаменитость на красной ковровой дорожке или на каком-то серьезном ивенте, поверьте, абсолютно все участки тела, которые у нее оголены, а я здесь имею в виду и руки, и ноги, и пальцы, и ладошки, абсолютно все покрыто какой-то косметикой. Я закончила с нанесением тона, и посмотрите, по-моему, мое лицо сразу оживилось, действительно приобрело вот тот вот правильный нюанс загара, который так вот трудно достичь некоторым косметическим компаниям, потому что в последнее время очень много чего выпускается с шиммером, какие-то металлические финиши. Недавно вот я делала обзор, к примеру, на бронзер новый от NYX, он очень металлический, но этот металлик выглядит плохо на лице. Такое впечатление, что вы делаете макияж бронзовой статуей или скорее грим бронзовой статуей, потому что сразу ухудшается и текстура лица, все как-то выглядит не очень. Когда здесь с этой тональной основой, мне очень нравится финальный результат, особенно когда я это дополняю еще бронзером, хайлайтером, вы увидите, в общем-то. Что касается в целом этой тональной основы, я знаю, я сейчас тут такой хайп создала вокруг нее, но я хочу, чтобы вы понимали, что в целом, если вот отстраниться от этого оттенка, этого финиша, это, ну, обычная, скажем так, тональная основа, ничего сверхъестественного в плане того, как она лежит на лице, как она перекрывает. У нее, скажем так, среднее покрытие, достаточно неплохо она выглядит на лице, я бы не сказала, что она как-то маской выглядит. Я ее тоже уже не один раз использовала, я знаю, что в конце дня она тоже ведет себя неплохо, на моем, по крайней мере, лице. Она как-то сильно и не заваливается куда-то, и не сильно стирается, и в то же время не сильно блестеть начинает, или меняет свою текстуру. В принципе, все вот так вот в пределах нормы, наверное. Но, как я и сказала, на мой взгляд, вот так, чтобы она просто стала моим фаворитом, нет, это не тот тон, который сместит именно мои фавориты, но это тот тон, который я 100% буду доставать, когда я захочу сделать макияж, скорее всего, на вечер, и, скорее всего, когда мне будет хотеться выглядеть вот такой вот красивой, загорелой, как будто я только вот с отпуска вернулась, потому что, как я и сказала, это единственный тон в моей коллекции, который наиболее близко передает этот эффект. А сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели, что будет происходить, когда я буду добавлять еще бронзер. Я вам пока не расскажу, что это за бронзер, потому что я его еще тестирую, и он мне пока очень сильно нравится, особенно в сочетании конкретно с этим тоном, прям вообще, я не знаю, как будто я с Бали приехала. И сейчас еще добавлю хайлайтер и румяна из этой палетки, которую мы использовали на глазах. Это из тех хайлайтеров у Revolution. Вот если вы когда-то пробовали их формулу хайлайтеров, она очень такая жирная, маслянистая, очень металлическая, но при этом, если у вас есть какая-то некрасивая текстура в местах нанесения хайлайтера, они могут все это, к сожалению, подчеркнуть. Тем не менее, вот такая вот формула просто потрясающе выглядит на теле, и я вот сейчас нанесла это на свои плечи. Мне кажется, реально мой макияж все больше и больше похож, как будто я вернулась с какого-то просто супердорогого отпуска. В бровях я уже использовала карандаш для бровей, и сейчас хочу вам продемонстрировать еще одну просто потрясающую новинку. Это новый тонирующий гель для бровей от Catrice, который называется Brow Colorist. Здесь вообще написано, что это полуперманентная тушь для бровей, и за две недели использования ваши брови должны стать более темными. То есть здесь есть какой-то окрашивающий компонент, и чем мне больше всего понравился этот тонирующий гель, это своей щеточкой. Потому что есть маленькие щеточки, есть микроскопические щеточки, там большие щеточки, и всегда есть к чему придраться. Но вот это, мне кажется, просто идеальнейшая щеточка, потому что она мало того, что маленькая, тоненькая, и для любых бровей, в принципе, подойдет, как и для более широких, пышных, так и каких-то перещипанных, когда нужно очень аккуратно пользоваться такими продуктами. Что особенно ее выделяет, это то, что она ужасно цепкая, она действительно прочесывает брови. Мне напомнила, знаете, такую стоматологическую щеточку, которая цепкая, зараза, не знаю какая, и она прям все достанет, что нужно достать. Так и вот эта штука, она просто великолепно прочесывает брови. Вот действительно просто потрясающая именно расческа в первую очередь, из-за чего получается очень красивый и равномерный эффект на бровях. Ну, чем не модельная бровь вообще? В моих глазах просто восторг. Сейчас вот эта тушь заменила абсолютно все мои фавориты, которыми я пользовалась до этого, то есть и Рилуи, и Белор Дизайн. Поэтому, если вы можете найти оттенок, который вам хорошо подойдет, вот 100% попробуйте, абсолютно недорого стоит, и при этом просто потрясающий эффект. И тоже вот такая вот укладка у меня остается до конца дня. Ну, естественно, если вы там не будете руками прям тереть брови, растирать в разные стороны, то, конечно, все останется так, как вы видите сейчас. Сейчас мы будем красить губы тоже новинкой. Это новые помады от Maybelline из линейки Super Stay Ink Crayon. Я себе взяла оттенок, ну, естественно, самый нюдовый, который у них там только в линейке есть. Первое, что хочется отметить с этой помадой, это ее восхитительный аромат. У нее аромат какого-то десерта. Вот я не могу сейчас точно понять, какого, но это настолько сладкий и вкусный аромат, который вот наносишь и прям действительно кайфуешь. Мне очень понравился ее аромат. Но потом, кстати, он не держится на губах, то есть нет такого, что он постоянно ощущается, и прямо от него голова начинает болеть. Что касается самой помады, вы знаете, я люблю такие формулы. Это такая помада на каждый день, скажем так. Немножко такое более припудренное ощущение на губах. То есть если ее в какой-то категории записать, то я бы ее записала скорее немножко ближе к матовой текстуре, нежели к кремовой, там, глянцевой, как-то так. Держится тоже абсолютно нормально. Немножко у меня скатывается с внутренней стороны губ через несколько часов. Ну и, естественно, стойкости здесь какой-то особой нет. Приемы пищи, поцелуи и разные такого рода мероприятия она вряд ли переживет. Она тоже, как видите, отпечатывается. То есть, в принципе, для меня это просто вот такой вот комфортный был бы выбор на каждый день. Накрасила, красиво выглядит, прилично держится, как-то гадко она не начинает съедаться с губ. То есть все очень хорошо, пахнет потрясающе тоже, и стоит недорого. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, это очень легко исправить, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok